Если вы хотите увидеть кулинарный выпуск, замечательный. Сейчас я приготовил картошечку в чугунке. Хотите смотреть чаще такие видео кулинарные, тогда досмотрите это видео до конца. И тогда я буду чаще делать кулинарные выпуски. Сегодня мы с вами будем готовить жрать, причем не в печи, а на природе, потому что у меня идут строительно-отделочные работы. И у меня день рождения, в честь дня рождения мы будем нашу трапезу сейчас сделать. Будем делать простую еду, которая доступна каждому и очень вкусная. От простого к сложному будем идти, в зависимости от того, как вы будете смотреть, комментировать и до конца ли вы будете смотреть. Если до конца, то я буду, конечно, развивать это и уже более сложные блюда какие-то делать. Сегодня у нас будет просто картошечка с мясом. Все по-простому, картошка с мясом, но на мангале. И такой замечательный кусок мяса, и такая замечательная картошечка, которую я нарежу пополам. И мясо тоже туда добавлю. Будет все быстро, качественно и очень даже вкусно. В чугунке у меня наполовину уже есть вода. Половину я его налил водой и сразу ставлю. Для того, чтобы был хороший отменный запах, я вам советую немного бересты добавить. И я нарежу картошечку пополам. Мясо тоже. Это мой праздничный стол. Напоминаю, в пятницу я планирую стрим в честь дня своего рождения. Мне исполняет 35 лет. Ни жены, ни детей, ни плетей. Даже работы нет в 35 лет. Ничего нет абсолютно. Мы все делаем по-простому. Картошечку я уже нарезал. И сейчас я сюда добавлю только лишь мясо. Далее я сюда добавлю лавровый лист. Или даже я сразу это в чугунок добавлю. Лавровый лист. И в чугунке я уже посолю и добавлю специи. Теперь я добавляю картошечку в наш чугунок. Сразу же я, наверное, добавлю сюда и морковь. Чего ждать-то? И сразу же я добавлю луковицу еще. Пускай томится. Очень все хорошо тут кипит. Правда, с одной стороны. Но сейчас я углей тут накидаю. Прям как надо, чтобы все получилось. Постарайтесь ближе к природе быть. Потому что сюда приезжают туристы. Туристы здесь в палатках живут. А вы можете в доме жить. В своем собственном. Если его сделаете нормально. Сейчас у меня отделочные работы идут. Сайдинг тут делаю. Давайте попробуем, что у нас теперь получилось. Ничуть не хуже, чем в печке. Это что-то среднее получилось между супом и между картошечкой. О, кусок мяса. Вкусно. Вот это вот называется сыроедение. А не когда вы в магазин ходите и покупаете там что-то. Если вы сыроед, то сами выращивайте, сами ешьте. Все ваше будет. Готовьте со мной, готовьте без меня и готовьте лучше, чем я.